здравствуйте так давайте мы начнем наше сегодняшнее занятие мы продолжим да и закончим говорить сегодня о россии в конце 17 века красно и я напоминаю вам да что в прошлый раз мы остановились на событиях стрелецкого бунта 1682 года на обстоятельства вступления на престол двух сыновей царя алексея михайловича да вот возникает после выступления стрельцов довольно нехарактерная для московского государства ситуация одновременного соправления двух царей двух самодержцев двух братьев а правда они были братьями сводными они были детьми алексей михайлович от разных браков но тем не менее и иван пятый да и петр первый иван был довольно серьезно старше чем петр ему было уже 14 лет при вступлении на престол 1682 году петру исполнилось только 9 вот но и тот и другой и по возрасту не могли конечно же царствовать самостоятельно поэтому реально верховная власть переходит в руки их старшей сестры царевны софьи царевны софьи а вот и это тоже не очень до характерная для московского государства ситуация все таки царевны и царицы да редко пользовались хоть каким-то политическим влиянием но здесь в качестве единственной пожалуй значимой аналогии можно вспомнить о матери ивана грозного елене глинской которая после смерти василия третьего еще середине до 16 века некоторое время обладала политическим значением в период малолетства своего сына будущего царя русского царя ивана четвертого а вот но пожалуй вот за исключением этого примера до привести какие-то другие случаи серьезного влияния на политические дела представительниц царской семьи будь то там последние московские рюриковичи будь то первые романовы вот или события смуты достаточно сложно вот и с одной стороны положение софи в 1682 году до некоторой степени до облегчалась тем что погибло в ходе стрелецкого выступления довольно много влиятельных бояр довольно много тех государственных и правительственных деятелей которые могли бы могли бы составить и конкуренцию вот тем более что могущественный клан нарышкин опять-таки о котором мы говорили с вами на прошлом занятии он в наибольшей степени пострадал от стрелецкого возмущения с другой она конечно чувствовала изначально себя у руля до укормила власти как иногда говорят не очень прочная не очень устойчиво вот и это с частности сказалось на том что период этот момент политической нестабильности возникшие весной 1682 года он еще некоторое время продолжается еще некоторое время продолжается да и особое значение да вот в последующих событиях 1682 года приобретает князь иван андреевич хованский князь иван андреевич хованский который был софьей назначен на должность судьи руководителя стрелецкого приказа он был поставлен во главе стрельцов до значение этого человека в событиях 1682 года столь велико что иногда весь этот кризис называют по его имени хованщиной иван андреевич был весьма опытным и военным и государственным деятелем в основном он сделал себе известность приобрел известность именно как воевода именно как воевода здесь часто возникают и критические моменты в общем то есть мы посмотрим на богатую военными событиями биографию иван андреевич хованского то увидим что особо крупных каких-то значимых побед на в в ней немного вот но другой стороны это был такой вот как бы сейчас мы сказали до исправный генерал исправный генерал до прошедший через множество военных предприятий вспомните что управление царя алексея михалыча в общем довольно бурно в этом смысле было да особенно конечно значимая была война с речью посполитой середине 17 века вот и иван андреевич в ходе этой войны постоянно был на высших воеводских постах постоянно буш называется на линии фронта один раз своей прежней биографии он в отчасти схожих обстоятельствах внутреннего политического мятежа уже приобретала значение когда в 20 лет назад в 1662 году был медный бунт медный бунт да там он собственно тоже использовался как царской властью так и мятежниками в качестве такого своего своеобразного представителя да вот пытался выполняя поручение государя с одной стороны а с другой пользуясь популярностью среди москвичей организовать контакты организовать переговоры между бунтующим городским простонародьем и царскими властями впрочем у него тогда не очень получилось медный бунт в итоге был подавлен да с помощью стрельцов и московских дворян вот но повторяю уже вот за 20 лет до событий 1682 года иван андреевич был человеком достаточно влиятельным и популярным вот за прошедшие 20 лет в этом смысле его позиции только укрепились только укрепились назначение его на должность руководителя стрелецкого приказа в целом было воспринято стрельцами с большим одобрением и энтузиазмом повторяю он был весьма и весьма популярной фигурой а вот но вот помимо этой своей популярности до в армии и стрелецкой среде иван андреевич еще был известен своими симпатиями к старообрядцам своими симпатиями к старообрядцам напомнил что не так давно вот до рассматриваемых событий до произошел церковный раскол на староверы в принципе имели довольно сильные позиции и церковных и в придворных и кругах и широких слоях населения как городского так и сельского да и многие стрельцы в частности старовером симпатизировали и вот летом 1682 года ненадолго на первый план выходит как раз вот этот конфликт между официальными церковными властями никонианами последователями вот этой никонианской реформы и староверами которые пытаются склонить склонить в очередной раз склонить верховную власть царскую власть на свою сторону да и проходит это происходит это отчасти благодаря как раз влиянию иван андреевича хованского вот в итоге в кремле во царском дворце был организован знаменитый спор о вере вот здесь на слайде собственно известная картина первого представлена вот царевна софия присутствует на этом споре вот с одной стороны патриархии аким да и другие церковные власти с другой стороны староверы которые доказывают правильность старых обрядов в ходе диспута да вот на переднем плане центральная фигура на этой картине это известный никита пустосвят лидер тогдашний староверов до этого наиболее яркой фигурой для староверческой среде был протопопа вакуум да ну его сожгли восемьдесят первом году и вот после его гибели наиболее значимой фигурой даст среди старообрядцев был тот самый никита причем до диспут он происходит в присутствии еще и стрелецких полковников стрелецких полковников и руководителей до стрелецких полков они выступают как бы такими гарантами гарантами того что никто не пострадает что диспут не будет иметь продолжение виде там репрессии каких-то казней да по отношению к той или иной религиозной группировки но в итоге без репрессии все-таки не обошлось до спор проходил там скажем так на повышенных тонах и софья которая конечно совершенно не не симпатизировала старовером не вот она была убежденной сторонницей никоньян ства удалось выставить лидеров старообрядцев довольно неприглядном виде и сразу же после этого диспута все они были уничтожены уничтожены прошу прощения арестованы арестованы а никита пустосвят даже и казнен здесь стрелецкая гарантия оказались недостаточно значимыми достаточно скоро после этого решилась судьба и иван андреевич хованского он также в результате интриги организованной софий был казнен и был казнен и на софе удалось после этого не допустить нового стрелецкого выступления несмотря на то что повторяю хованский был достаточно популярной фигурой на стрельцы несколько успокоившиеся осени 1682 года вынуждены были признать признать что софья их по сути политически переиграла да и лишила и популярного руководителя и стране староверческих симпатий на вот после вот этого диспута и казни никита пустосвят а вот ну и подчинились дьяку федору леонтью шакловитому который сменил хованского в роли руководителя стрелецкого приказа и был полностью человеком царевны софи вот так начинается 7 лет до правления софи вот обычно так характеризуется период с 82 по 89 год перед правления царевне царевны софи алексеевны опять-таки да два момента на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание во первых та формулировка до которой я произнес правление царевны софи его ее надо использовать для характеристики этих семи лет потому что иногда используют ну известное понятие регенство да и называются софью алексеевну регентом вот это не совсем верно не лучше этого не делать потому что все-таки регенство до исполнение полномочий государя каким-то лицом до силу того что государь сам этих полномочий своих выполнять не может это все-таки юридическое понятие юридическое понятие которое отсутствовало в российском законодательстве 17 столетия то есть мы посмотрим на соборное уложение например да там слова регенство просто отсутствует и соответственно никто в конце 17 века софию алексеевну именно как регента не воспринимал и этим словом ее не называл в следующем 18 веке да мы увидим с вами регентов достаточно много уже вполне сказать официальных а вот в случае софи алексеевны все-таки слова регенство лучше не употреблять правление софи опять-таки не вполне понятно насколько насколько сама софья была активным политиком и государственным деятелем то есть мне всякого сомнения она не было и чутье политическое и таланта определенная да и склонность к занятию государственными делами все это присутствовало иначе бы она просто в 1682 году не выдвинулась столь быстро и успешно на первую роль вот но вот в дальнейшем восьмидесятые годы 17 века насколько да она была самостоятельно и активно судить достаточно сложно судить достаточно сложно реальным главой правительства главой боярской думы наиболее влиятельным правительственным дельцом в эти годы был князь василий василич голицын который вот тут собственно портрете изображен он был безусловно человеком софии он был к ней очень близок и лично их связывали минимум честные дружеские отношения он был талантливым дипломатом он стал в 1682 году главой посольского приказа при этом каких-то какой-то существенной роли да вот в предшествующих событиях связанных со стрелецким мятежом нет информации что он какую-то существенную роль играл вот он был человеком ну достаточно еще молодым да то есть конечно юноша его никак не назовешь галицын было под 40 уже к этому времени но для влиятельного государственного деятеля члена боярской думы это возраст скорее начала политической активности и карьеры в правительственных кругах но галицын безусловно был человеком неординарным вот так же обладал и склонностью к политическим интригам и талантами государственного деятеля особенно конечно дипломата особенно дипломата но вот что любопытно да несмотря на такие позитивные в целом характеристики да и софии и князь василий васильевича галицына особой активности до правительства особенно во внутренних вопросах связанных с делами московского царства да вот внутри страны мы не наблюдая а вот от семи лет софьи от семи лет софьи когда вот она осуществляла реальную высшую государственную власть в стране можно очень немногое отметить очень немногое отметить из каких-то значимых внутренних шагов правительственных причем роль галицына и софьи в этих инициативах она ну такая неоднозначная и может быть поставлена под сомнение ну вот на слайде собственно здесь обозначены те два ключевых события которые произошли да во внутренней жизни страны в годы правления софьи в восемьдесят пятом году вышел устав преследования раскола ну это такой наиболее пожалуй яркий да пример государственных религиозных гонений и ну по сути деятельности инквизиции в россии раскольники продолжая да те репрессии которые обрушились на голову старообрядцев в частности в 1682 году повторяю ни у Софьи ни у Галицына никаких симпатий к староверчеству не было скорее напротив они были такими довольно убежденными сторонниками неконьянства вот так вот здесь по этому уставу преследования раскола государственные власти в том числе местные воеводы да должны были осуществлять на постоянной основе репрессии по отношению к староверам вот в частности закрывать и разрушать их молельные дома то бишь староверческие церкви да преследовать их общины подвергать их руководителей рядовых членов этих общин да наказанием физическим битье кнутом аресты заключения в монастырских тюрьмах вот а упорствующих староверов как было сформулировано в уставе это следовало сжигать да и надо сказать что вот такие инквизиционного характера казни да по принципу религиозного диссидентства они были достаточно частым явлением в России конца 17 века вот ну при Петре первом все немножко поменяется в этом смысле и хотя преследование раскольников и продолжится да но они приобретут несколько иной характер вот но тут дело в том что этот устав преследования раскола его обычно связывают не столько с деятельностью Софьи Голицына сколько с деятельностью патриарха Иоакима руководителя русской церкви который добился от светских властей от Софьи Голицына принятие вот этого устава вот и как раз в его издании видят скорее не силу и до некоторой степени религиозный фанатизм да Голицына и Софьи сколько их слабость слабость они не смогли да это противостоять в данном случае патриаршей власти которая добивалась как раз использования таких вот инквизиционных механизмов борьбы с старообрядцами и вынуждены были вынуждены были пойти патриарху навстречу этот устав сформировать и начать выполнять вот второе важное событие правления Софьи это создание в Москве славяно-греко-латинской академии это первое высшее богословское образовательное учреждение в Москве да понятно что к этому времени оно было уже не первым в московском государстве была Киево-Могилянская академия Киев я напомню по Андрусовскому перемирию шестьдесят седьмого года оказался сначала под временной а с дальнейшим постоянным контролем Москвы вот и в Киеве существовало аналогичное высшее богословское образовательное учреждение Киево-Могилянская академия так называемая она еще в начале семнадцатого века была создана когда Киев входил в состав Речи Посполитой польско-литовского государства вот но для собственно Москвы славяно-греко-латинская академия стала первым подобным образовательным учреждением и безусловно его открытие было очень знаменательным и сыграло огромную роль в становлении высшего образования в стране не только в конце семнадцатого но и в дальнейшем в восемнадцатом веке однако опять-таки значение Софьи Игалицына здесь было не то чтобы очень большим при открытии славяно-греко-латинской академии работа по ее созданию велась уже достаточно давно устав по которому должна была работать академия был подписан еще царем Федором Алексеевичем в 1681 году вот просто в связи с его смертью тогда не успели академию реально открыть вот так что здесь Софья Игалицын скорее пожинали плоды работа своих предшественников вот из помимо Галицына и Софьи какие еще можно назвать значимые фигуры этого времени уже упомянуты мною раньше Федор Леонтьевич Шокловитый который после гибели Хованского стал во главе стрелецкого приказа и его часто называют таким главным охранителем Софьиного спокойствия он контролировал стрельцов вот и опираясь на Шокловитого и его военные возможности правительство Софьи и чувствовало себя в относительной безопасности какое-то время еще и значимых фигур этого времени называются Сильвестра Медведева очень известного церковного богослова писателя и одного из первых историков русских он кстати вот написал такое ну одно из ранних я даже сказал самых ранних собственно исторических сочинений да о прошедших событиях которым сам Сильвестр был свидетелем в этом стрелецком будьте 1682 года так называемое созерцание краткое вот пишет его именно не в стиле летописи да вот как бы продолжение официального летописания а как ну такую действительно историческую работу с попыткой не только изложения но и осмысления событий причин стрелецкого возмущения причин тех политических изменений которые происходят в стране в 1682 году вот впрочем ну конечно тоже это сочинение не лишено выражение симпатии и антипатии автора Сильвестр повторяет входил в близкий круг близкое окружение царевны Софьи и конечно же он в целом не симпатизирует Нарышкиным вот и всячески подчеркивает дату позитивную и большую роль которую сыграла в событиях стрелецкого бунта царевна вот обращаю ваше внимание еще вот на что если в области внутренней политики правительство Софьи было довольно пассивным то гораздо интереснее и большее значение имеет дипломатическая и внешне политическая деятельность что неудивительно повторяю Голицын был как раз дипломатом он был главой стрелецкого приказа посольского приказа и обратите внимание во первых вот на этом портрете медаль которая на груди у него висит и вот это вот книжечка такая которую он в руке держит вот сейчас мы с вами разберемся что это за артефакты такие вместе с которыми изображен на своем парадном портрете Василий Васильевич ну и это действительно вот такие ключевые на самом деле события восьмидесятых годов связанное как раз международными отношениями и внешней политикой московской речь идет о вступлении московского государства в так называемую великую турецкую войну это ну один из крупнейших военных конфликтов конца семнадцатого столетия началась эта война в 1683 году когда турки попробовали уже в очередной раз они такую попытку предпринимали в шестнадцатом веке овладеть веной овладеть веной да вот разбить тот щит который был у Европы против мусульманской турецкой экспансии и которые представляли собой австрийские габсбурги да и вот в период правления императора леопольда первого здесь вот он на портрете изображен это тот габбург который значит занимал венский престол ведь он довольно долго был австрийским государем почти пятьдесят лет и вот на его правление пришлась это великая турецкая война в 1683 году огромная турецкая армия вторглась на территорию державы габсбургов и подошла к вене предприняла попытку значит после осады веной овладеть и конечно в случае падения вены в случае падения вены международная ситуация в Европе кардинальным образом менялась это означало бы крушение державы габсбургов и резкое возрастание турецкой угрозы для стран центральной и западной Европы вот однако такого развития событий да удалось избежать в восемьдесят третьем году благодаря помощи короля речи посполитой Яна Третьего Собецкого вот он здесь тоже изображен его портрет польско-литовские войска пришли на помощь габсбургам и нанесли туркам под Веной сокрушительное поражение вот картина современника Гефельса на которой изображено как раз бегство турок после прихода к Вене польско-литовской армии вот поляки атакуют собственно кавалерия польской атакует вот там на заднем плане Вена которая полгода почти была в осаде турецкой ну и вот турецкий лагерь да бегущие под натиском польско-литовских войск турки вот так что осада Вены да закончилась для Османской империи неудачей а австрийско-польский союз он окреп и был преобразован в следующем 84 году в так называемую священную лигу анти турецкую священную лигу которой кроме Австрии Речи Посполитой примкнула еще Венеция она была нужна союзникам для ведения активных боевых действий с Османской империей на море потому что ни у Австрии ни у Речи Посполитой значимых военно-морских сил не было да вот а Венеция обладала мощным флотом и неоднократно уже ранее тоже сражалась с Османской империей в различных регионах Средиземноморья вот и собственно она примкнула к этому союзу который выглядит как прежде всего союз католических государств католических государств да против Турции против Турции однако вот после первого успеха в снятии осады с Турецкой с Вены в последующие годы в последующие годы действия военные действия священной лиги не отличались особыми успехами все таки Османская империя была страшным очень серьезным противником она обладала и огромными вооруженными силами и огромными финансовыми возможностями вот и попытка в частности вот объединенных австрийских и польских войск да вытеснить Турок прежде всего из Венгрии а я напоминаю да что вот в основном в 16-17 веке австрийские Габсбурги и Османская империя воевали как раз в Венгрии и за влияние на территорию Венгрии и используя да да вот просторы ранее существовавшего венгерского королевства в качестве такой арены своеобразной для своих столкновений так вот австрийские и польские войска не очень удачно да вели наступление в Венгрии в последующие годы в частности потому что ну одних австрийских сил не хватало а польско-литовская армия постоянно смотрела на родину что называется да ибо речь посполитая стала подвергаться регулярным ежегодным буквально и очень тяжелым разорением со стороны крымского ханства да крымские ханы были союзниками и вассалами султанов Османской империи да и вот в связи с началом Великой Турецкой войны естественно крымские татары они были значимым таким военным фактором но вот эти набеги крымских татар да на южное воеводство речи посполитой приносили польско-литовским властям большие неприятности и сейм в этой стране да он постоянно призывал да Яна Собецкого вернуться на родину защищать границы собственного государства вместо того чтобы помогать австрийцам это вот делало весьма неэффективными да действия союзников в Венгрии вот для того чтобы здесь ситуацию выправить в 1686 году священная лига пошла на заключение так называемого вечного мира между Россией и Речью Посполитой собственно вот возвращаясь к портрету Голицына да вот эта книга которую он держит перед собой да это текст вечного мира между московским царством Речью Посполитой и Вите на этом полотне собственно данное событие явно выступает в качестве главного достижения Голицына и реально он вел переговоры с Речью Посполитой он подписывал с московской стороны этот мирный договор и Вечный мир стал колоссальным достижением московской дипломатии да Речь Посполитая наконец-то отказалась да на вечные времена как было закреплено в этом документе от тех территорий которые отошли московскому царству по андрусовскому перемирию от Смоленска от Северской области от Киева в том числе да также Речь Посполитая отказывалась вот и граница наконец стабилизировалась между двумя странами кстати этот мир действительно окажется очень долговременным да вот на протяжении последующих 100 лет почти 100 лет да граница между Речью Посполитой и российским государством будет неизменной вот и собственно военных конфликтов между Москвой и Варшавой да более не будет да вот по крайней мере в конце 17-го первой половине 18-го века вот но понятно что это был не жест доброй воли со стороны польско-литовского государства это со стороны Речи Посполитой была такая явная уступка явная уступка которую пришлось оплатить оплатить вступлением да России в Священную Лигу то есть в том же 86-м году Москва должна была объявить Османской империи войну и вступить в эту Великую Турецкую войну в это противостояние на стороне конечно же Священной Лиги вот в рамках этой войны в 87-м и 89-м году были организованы крымские походы руководил ими как раз тоже князь Василий Васильевич Голицын особых успехов военных да он тут не достигнул отчасти потому что был конечно дипломатом талантливым а полководцем так себе в ходе первого крымского похода русские войска до Крыма даже и не дошли вынуждены были с полдороги вернуться обратно в ходе второго крымского похода добрались они до вот этого перекопа да перешейка связывающего Крым с материком но в армии началась чума и опять таки не вступая в какие-то серьезные боевые столкновения с противником Голицын вынужден был вернуться в Освоясе еще и вернувшаяся армия два месяца вынуждена была в карантине находиться в приграничных районах московского царства чтобы заразу не принести на родину вот это конечно оба крымских похода были прямо скажем не особенно не особенно они способствовали да росту популярности Софьиного правительства в России хотя на них можно посмотреть иначе да дело в том что ну все таки московское царство в этой войне явно выполняла такую вспомогательную роль вот 87 88 89 году да вот благодаря вступлению в войну России и вот этим крымским походом крымские татары вместо того чтобы разорять южное воеводство Речи Посполитой да сидели на своем полуострове в Крыму да и ждали наступления русских войск и как раз вот в эти годы союзники по священной лиге Австрии и Речи Посполитой у которых развязаны руки оказались да они не имели со стороны крымского ханства угрозы добились решающих побед в войне сумели выбить турок из Венгрии сумели взять Белград перейти Дунай впервые за долгое время вот так что в рамках войны в целом крымские походы сыграли большую и весьма позитивную для священной лиги роль да хотя повторяю собственно военные точки зрения оба предприятия были довольно неудачные вот ну и перейдем значит к следующему слайду да вот несмотря на определенные дипломатические успехи а во многом благодаря значит да провалу крымских походов правительство Софьи в конце восьмидесятых годов пало ну во многом это было событие достаточно естественное напоминаю что Софья осуществляла временную власть за своих братьев малолетних Ивана и Петра а время шло и Иван которому так там в 1882 году было 14 лет то есть ребенком его невозможно было назвать да он уже в 1684 году женился на Прасковье Федоровне Салтыковой и по понятиям того времени это женитьба и достижение 16-летнего возраста было вполне достаточным чтобы править самостоятельно другое дело что Иван Пятый в силу состояния здоровья и в силу своих интеллектуальных способностей и в силу наклонностей своих не очень-то стремился к тому чтобы реально заниматься государственными делами Софья этим пользовалась да она в общем младшего брата Ивана фактически игнорировала и полностью подменяла вот однако Роспетр Роспетр который тоже достигает совершеннолетия ему восемьдесят девятом году семнадцать лет он также женится восемьдесят девятом году на Евдокии Федоровне Лопухиной вот и становится государем вполне самостоятельным вот тем более что Петр находится под влиянием вот этого разгромленного но не уничтоженного клана Нарышкиных в частности под влиянием достающей царицы Натальи Кирилловны которая Софью никогда не любила вот и все время интриговала против нее Петр тоже сестру недолюбливает вот зазорное третье лицо это то как он частенько о Софье отзывался то есть нас и так двое два царя да Иван и Петр и вот это третье лицо оно нам не нужно свою роль Софья сыграла да и почему она остается по-прежнему да во главе правительства не очень понятно сторонники пытаются укрепить положение Софьи явно стремясь сделать ее полноценной царицей то есть к двум царям к двум царям в конце 80-х годов могла добавиться еще и царицу уже Софья Алексеевна обратите внимание пожалуйста вот это портрет как раз конца 80-х одной из официальных изображений Софьи она здесь со всей царской атрибутикой со скипетром в руке с державой да в короне явно не царевной временно управляющей страной предстает здесь да а полноценной государыней царицей вот известная наградная золотая медаль приблизительно того же времени на одной стороне аверсе изображены два царя Иван и Петр а на другой стороне на реверсе тоже Софья и тоже обратите внимание с царской атрибутикой со скипетром в руке и с царской короной кстати вот возвращаясь опять-таки портрет у Голицына зато медаль которая у него на груди висит это как раз золотая медаль изображение которое представлено на этом слайде однако этим планом не суждено было сбыться в 1689 году произойдет переворот в ходе которого правительство Софьи будет низвергнуто да и вот этот переворот открывает собой уже новую эпоху эпоху правления Петра Первого о которой мы будем с вами говорить несколько позже вот а следующее наше занятие посвятим несколько следующих наших занятий посвятим рассмотрению событий европейской истории 18 века потом же вот вернемся к российским делам уже к тому как происходило правление Петра самостоятельное правление Петра да и развивалась последующая история России 18 века все на этом я сегодня завершаю наше занятие всего вам доброго отдыхайте